СДЕЛАНО В ВЯТКЕ 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 история, что площадь театральную переименовали в площадь конституции. Ну, это уже в октябре было. Да, да. Седьмого октября приняли новую конституцию. Так называемую Брежневскую конституцию. Так и называли ее Брежневская конституция. События 77-го года. Не спросили народ, конечно, переименовали. Причем переименовали, по-моему, в два дня буквально после принятия конституции. Нашли отмороженных, видимо, этих ветеранов жизни, которые тут же за Брежнева порвут. Ну, там тут же в местную газету написали «Надо-надо». Это конституция закон жизни. Но в целом переименование было, конечно, крайне негативно встречено народом. Особенно, когда в троллейбусах объявляли следующая остановка, площадь институции. Ну, это название, которое совершенно не прижилось. Как звали театральные, так все и звали. Кроме объявлений в троллейбусах, пожалуй. Такую лифму придумали. Гадал и не ходить. Поэтому не спросили народ и не спросили и попозже, когда начали мерять вожди. Потом и город, и был и Андропов, и Устинов, и Брежнев. Не спрашивали. К нам приезжала футбольная команда «Турбина-Брежнев». Это было очень здорово. Но это позже было уже. А то почему-то подумалось, что вот сейчас вот примут очередную путинскую институцию и вот захотят переименовать обратно площадь. Вот точно так же не спросят. Мало того, найдутся те же халуи во власти и даже журналисты. И куча упленного или там, не знаю, убежденного народу, которые так же будут громогласно рвать на себе рубаху и говорить, что это правильное решение. Проведут массовый митинг, продемонстрируют. Ничего у нас, по-моему, не меняется. Мне кажется, театральная площадь она устоит при любом переименовании. Надеюсь, что этого не произойдет. Из хорошего. 77-й год переломный. Ну, наконец-то случилось, случилось. Все-таки начался джинсовый бум. Если до 77-го года джинсы, в принципе, можно было взять рублей по 70, по 100 рублей, старались носить вытертые, застиранные, то с 77-го года все отрезало джинсы только на вье. Цены выросли до заоблачных. Ну, в два-три раза, скажем так, да. Стали 200, и вот внезапно... Да и 300 даже бывали, я помню, да. Я же прекрасно помню это время. Стали носить на вье, то есть новые джинсы с манжетами отвернутыми. Да, с всякими какими-то змеечками, с прочими финтифлюшками пошло. Куча всевозможных джинсов пошла. Да, стали разбираться даже те, кто не придавал значения. Вверху, внизу заклеп и фирменный замок. Там вот, господи, сейчас вот нормальному человеку не заморочиться, что и... Нет, ты что-то вспомни, как швы смотрели, там шов принимательно смотрели, слушай, что он подозрительный, да, так не шьют по фирме. Это было очень забавное время. Стоили они, правда, безумных денег. Да, в основном были Левайсы, Ли, Ранглер. Райфл еще был. Попадались, но, тем не менее, уже это был какой-то статусный знак, то есть без джинс ты уже смотрелся, вот, действительно, не в тусовке. На фоне этого явления, конечно, все больше. Обычно какому-то году ратному революции старались приормить, что-то там выбросить, но вот в 77-м этого не ощущалось. Вот на фоне даже 75-го года снабжение значительно ухудшилось, и все больше в сознание внедрялся термин «дефицит». То есть в 77-м это уже было массовое явление, даже на фоне джинсового бума возник такой мем «дефицит в дефиците». Я понял, о чем ты говоришь. Да, девственница в джинсах. Девственница в джинсах определялась. Вот дефицит, и где чего, кто смог достать. Вот в магазинах вроде бы что-то и было из одежды, но это уже, конечно, не звучало. Не было престижным, необходимым. Да, все было. Дефицит мебель, дефицит там. Хорошая еда, дефицит. В 77-м, хотя не было еще ни санкций, их-то войн там афганских, но тем не менее... Там нефть была в цене. Хоть ослаб, гниение Брежневского застоя, еще успешная страна, но тем не менее спад чувствовался. Это в том ли году, по-моему, появилось такое интересное явление, как бутербродное масло. Помнишь такое? Да, масло, из которого брызгала вода. Да, 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 да. То есть разогревать его было, не имело никого смысла, его можно на самом деле только было даже не намазать, он не мазался, он крошился. Крошилась, и вода выдавлялась. Да, 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 и вода выдавлялась. Называлось бутербродное масло, оно как бы тихонько заместилось сливочное на витринах магазинов. Это, по-моему, как раз в 87-м год. Да, кстати, сейчас мало кто помнит, что жирность молока в СССР была 1,4%. Жирное молоко в Москву и Ленинград отправлялось, а здесь, несмотря на то, что область производила, вот среднее было молоко, еще был гибрид между сливками, это 6-ти процентное молоко. Но к 77-му постепенно начали исчезать из продажи там ацидофилин, эфир, простокваш, вот что-то меньше и меньше. Да, 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 гораздо меньше разнообразия стало. Уже этих бутылочек с зелеными, синими... Там с полосочками были, да, да, да. С полосочками уже стали только в основном либо эти бесцветные серебристые пробочки молока, либо поэты трехгранные... Тетрапаки, да, вот эти вот. Ну, тем не менее, вот жили, в принципе, не ощущали. Оно, может, и ощутилось, но ощутился временный спад, а не то, что-то вот все немного под уклон, под уклон там до 80-х. Ну, немного отвлечемся, что же у нас в мире-то произошло. В мире, конечно, в 77-м было не шибко, а спокойно. Другом были войны местные, и это перевороты, революции, и это конфликты... Не пойму уж кого, с кем иногда, да. То в Азии, то чего-то замусили. В Африке там то и дело возникали, какие-то соседние страны. Помню, там, по-моему, Эфиопии, рядом Сомали, да. Я помню, в Россию, в СССР сначала приехал там лидер Новой Эфиопии, потом приехал лидер Сомали, там решали, кому из них помочь в их конфликте. Да, сейчас это настолько все же цифрой. С решили отправить советников в Эфиопию. Да, отравчатыми проблемами, но вот, тем не менее, я бы не сказал, что в мире был год спокойный, но из приятного, что в инотеатрах начался показ фильма «Звездные войны». Начался он серия эпизод 4 «Новая надежда» и, конечно, стал первым по размерам асовых сборов. Новая музыка... Диско уже давно вошло. Нет, ну, знаете, вот оно вошло-то вошло, но вот такой массовый, на весь мир, что диско стал номер один, как раз в 77-й год фильм вышел «Лихорадка субботней ночи» с Джоном Траволта, и после этого фильма просто, ну, массовое пошло повальное увлечение вот этим вот стилем, скажем так, в музыке и в танце. Ну, и «Бонерем» выпустили первые свои синглы, в частности, «Санни». И, по-моему, нет, они позднее приехали, в 79-м, по-моему. В 79-м они в Россию тоже приехали. Уже перезаписывали и рутили на вечеринках. И даже был... тогда еще было у нас... Ну, все знали, что это ревербератор, но там и «Рахейп» использовали, и все, да, повторы. Когда приехали «Бонни» в Россию, установили аппаратуру, они попросили проверить им ревербератор. Режиссер подошел и говорит, раз, там, повтор, раз, 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 раз. И когда они начали петь, «Санни» — раз, 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 раз. Но параллельно... Ну, это было попозже уже. Параллельно, кстати, здесь и другая волна музы и шла. Это фирма грамзаписи «Вирген». «Верджин». «Верджин», да. Выпустила сингл «Пангруппы Спистолс», и песня сразу же была запрещена для британского радиовещания. Стилей было много. С одной стороны, конечно, и хорошая музыка была, но много чего может... Ну, кто-то и панк-рок считает хорошей музыкой до сих пор. Ничего там дурного нет. Ну, да. В 77-м поступил в продажу Apple II, первый персональный компьютер. Да, чтобы могли представить у нас в России, что персональный компьютер где-то, и зачем они, и для чего. А это дома. Какую-то машину, что держать. У нас уже в начале 80-х один авторитетный государственный руководитель вообще заявил, что персональные компьютеры невозможны, что вас дурят. Это было такое. А в 77-м он уже появился, да. В 77-м состоялся последний концерт толстого Элвиса Пресли в Индии, на Полисе, но концерт был очень успешный. Но, кстати, в этом же году Элвис умер в своем доме в Мемфисе. Ну, опять же, как считают его поклонники, Элвис до сих пор где-то жив, да. Ну, что делать? Может быть, оно и правда. Ну, ему сейчас же очень много лет. Особенно, но люди в черном, да, Элвис, там где-то среди. Ну, это такой уже своеобразный такой мем, да. По-моему, его потом пытались, вы это прятали, было сопряжено со многими эллизиями. В 77-м году начались полеты Анкорда из Парижа и Лондона в Нью-Йорк. Первый полет, да. Был такой самолет треугольный. Кстати, что забавно, что в этом же году начались полеты Ту-144 в России, который почему-то подозрительно очень похотел на Анкорда. Напоминал, да, особенно формой Клюва. После их там массовых неполадок атастроф запретили. Вначале тот, потом и другой. Ну, кстати, вот в 77-м произошла самая жуткая авиационная атастрофа в мире. До сих пор, по-моему, да. Не превзошена по числу жертв, к счастью. 582 человека близ Тенерифа, когда два Боинга столкнулись, не успев взлететь на взлетной полосе. Вот. В этом же году умер Чарли Чаплин. Родился в 1889-м. Ну, хорошую жизнь. Хорошую длинную жизнь я прожил. Ну, вот, в целом, я вся, вся эта, с позиции сегодняшнего дня, милотравчатая суета, перевороты, забастов и там переэндинтеров в Англии. Ну, как забастовки, вот смотри, вот это же была такая новость для нас совершенно необычная, ведь в одной из стран развитого уже, нет, у нас был развитой социализм, они просто строили еще. В Румынии была большая шахтеровская забастовка в этом году, представляешь, в социалистической стране. И причем там ездил лично Николай Ачаушевскую их успокаивать, шахтеров, и ему это даже не сразу удалось. Ну, и в Польше были волнения в связи с ухудшением. Да, к Польше уже это привыкли, а тут именно вот, и эта новость, она, как ни странно, даже попала на страницы советских газет, и они даже писали. Ну, у нас-то писали так, что там все разобрались, все вроде хорошо, на самом деле очень сложная вещь была, но это тоже был такой сигнальчик для нас, вот, живущих в стране, да, что не все так гладко. Писали об этом очень мало. Да и у нас не все гладко. Сейчас мы вернемся чуть-чуть ближе Ирова, перейдем к событиям в СССР, что же у нас было. И, кстати, еще, мне кажется, одна такая вещь в 77-м году случилась, о ней сейчас очень актуально вспомнить, в 77-м году была официально запущена Чернобыльская станция, Чернобыльская. Да, первая была станция, первый энергоблок. Да, запустили ее. Запущен, но это о событиях в стране. С 1 января 77-го года все передачи центрального телевидения стали передаваться в цвете, оказывается, вот были черно-белые. В 77-м году введена новая школьная форма, многие-многие помнят, это синие были ПДЖИ, синие, ну, для младшеклассников были синие, вот это ЭДЛЯ, ПДЖИ, там, по-моему, был нарукавный какой-то лейбл, нашив, вот, а платья школьные, я, по-моему, тоже синие. Мы уже с тобой в это время из школы выскочили, поэтому как-то это не отпечаталось в голове. Ну, уже упомянули, что принята институция 7-го октября. Я, кстати, 77-й год провел не в Ире, а в армии, был на границе, в Забай-Алье, и вот, когда принимали институцию, то нас почему-то на полмесяца перевели на усиленный вариант несения службы, ну, наверное, на всякий случай, вот, и, конечно, вот, в Забай-Алье это была холодная погода, сильные ветра, ветры дули, и мы, конечно, без всякого восторга воспринимали вот это принятие, потому что вместо 4-х часов приходилось 8 часов где-то на границе, на вышке или в дозоре мерзнуть, мокнуть там и прочее, прочее. Ну, отправлен в отставку председатель Президиума Верховного Совета Подгорный. Это незаметно, вот, не говорили, а просто Брежнев механически стал председателем Президиума, впервые совместив высшепартийные государственные посты. Вот, ну, для нас это на другой планете было в свое время, чем Брежнев, там стали больше титулов ему перед фамилией называть в 77-м атомной лета от Аркти первым из надводных кораблей до Северного полюса. Ну, и в Москве, конечно, была серия, почему-то пишут серия, но это два террористических атомов. Это были взрывы в московском метрополитене с жертвами. Конечно, об этом никто не писал, ни о СМИ не информировали. Потом почему-то обвинили армянских националистов в этом, вот, а там задержали. Ну, вот, судя по тому, что сейчас написано в энциклопедиях, так-так и устоялось, вот, за счет взрыва, что осуществлено армянскими националистами. Но это не очень точно, говоря, помню. Но слухи ходили, вот, невозможно было скрыть, потому что слухи расползались. Ну, это на самом деле скрыть невозможно, господи. Опасались ездить в Москву, это время, но для России теракт, это масштаба для СССР. Для СССР, да. Ну, еще одна трагедия. В 1977 году, аж 23 февраля, произошел пожар в гостинице «Россия». Погибли 43 человека, 52 еще получили ожоги и травмы. Ну, об этом даже фильм был. Это не знаю, правда или не правда. Там столь намешаны и шпионы, и фарцовщик, и эрупция, и бандиты, и ресторан подожгли. И кто-то там его-то спасал, ну, то есть гостиницу подожгли, но пожар, пожар, да, был один из самых масштабных. В этом же году внутри ледяной глыбы найден детеныш Мамонта, возраст которого было 40 тысяч лет. И были милые передачи про этого Мамонтем Диму. Даже ходили слухи, что вот сейчас кеда изымут, оживят, и уже не получилось. Гроссмейстер Виктор Рочной попросил в Амстердаме политического убежища. Ну, и служебный роман стал фильмом года в 1977 году. Да, он собрал 58,4 миллиона зрителей. Я уже говорил, что обычно юбилеем революции, им-то там датам рождения Ленина старались и провинцию там снабжать получше, что-то там приурочить, и это стройки. У нас тоже было, в принципе, два, даже три эпохальных проекта, которые сумели подтянуть к 1977 году. Просто забавно было то, что это были проекты не сверху, а были проекты снизу инициированные. И они строили семи правдами и неправдами наперекор в Москве, втайне от Москвы. Вот, и, в принципе, ну, это, видимо, было принято решение все-таки в этом году открыть там аврально с недоделками делали. Поподробнее, конечно, ну, первый, первый это был цирк, цирк, ой, цирк в первом классе, в 65-м году мы бегали на лыжах забора, где было строить цирк. Забор был с вышками, я помню. Я ж мимо него тоже в школу ходил, мимо забора, забор с вышками, и там строили какой-то объект, и слухи ходили поначалу вообще невероятные, что там, ну, раз охрана и так далее. Да, да, объект официально считался, строй велась под кодовым наименованием стадион, потому что, ну, не положено было такой цирк. Да, для города с таким населением, когда население было, это у нас 300-300 с чем-то тысяч. Это 12 лет. Очень долго расстроили, да. Так нехило строили. О том, что это цирк, я услышал только в самом начале 70-х. До этого там какие только слухи не ходили, что и военный какой-то объект, и еще что-то. Ну, действительно, там типа зоны было, что автоматчики, я их не видел на вышках, но для чего, ну, заистроили, что ли, ну, не знаю. Тем не менее, 23 декабря, вот даже не 7 ноября, не смогли дотянуть. Состоялось торжественное открытие цирка. Сейчас там уже можно было демонстрировать и цирк на льду, цирк на воде, была арена на 1600 мест. И, в принципе, вот город, каждый город полумиллионник имел собственную цирку. А мы еще не были полумиллионниками, Жень. Мы тогда еще даже на Авиатске не подсоединили, у нас было 300 с чем-то тысяч на ферме. Вторая, сейчас уже подзабыли, что это было, в принципе, тоже открытие 1977 года, это Парк Победы. Раньше было деревья Пахомьева. Там даже стела о жителях, вот, хотя еще в 60-е возникла идея Парк, но начали вот в 70-е фактически его разбивать. И обелиск, который назывался изначально вот это стела, он назывался Комсомольск Слава, был возведен тоже в 1977 году. Ну и самое интересное, самое интересное, что, конечно, у нас была самая эпохальная тайная строй Горсовета. Это третий объект был возведен, ну, конечно, все помнят, это диорама. Тоже никто не знал, что же это такое и откуда оно взялось. Тут очень забавная история строительства этой диорамы. Есть ли у нас еще время? Есть, пока нормально рассказываем, да. Еще, ну, в 60-е, 70-е очень было популярным соревнование, соцсоревнование между трех городов, Перми, Жевс и Ирова. Да. И представители вот области ездили. Социалистическое соревнование, да, было. Ездили друг к другу, там, чего-то, все, и даже, по-моему, у нас это на Привозальной, не на Привозальной, а на Комсомольской площади, вот, где сейчас вот этот бывший Детский Эмир, там эти висели, показатели соревнований, там, Перми, 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 Ижевска, Киров, да. В 70-е в Перми поехала вязкая делегация и в составе, ну, это правильно сказать, Ировская, конечно, делегация, потому что был первый секретарь Грома партии Юрий Деревс, ой, там, ну, повозили по Перми, и в одном из районов Перми, то есть рабочий район из Матавилиха, показали маленькую диораму о разгоне за Эмирабочей демонстрацией. Ну, вот у Деревсова созрел план, нельзя ли... Что-то такое. Да, и поэтому событий у нас, тем более революционных, было не густо, поэтому решили все-таки сделать установление советской власти диораму, тем более близилась 60-е годовщина октября. В Москву отправилась нелегальная делегация на переговоры, а то и Атомс, может, а то ли удалось выйти на студию Гре... Гре... это... ну, Гре... известные были художники, они писали батальные сцены, делали многие диорамы, панорамы, вот, известные, там, Штурм, Сапунгар и прочее. Ну, Гре... ну, это вят, мы привыкли к масштабам, чтобы была зелень, красивые мундиры, там, что-то такое, а тут это, революция, там, все это, солдаты, эти мыши в шинелях и прочее. Ну, в итоге, видимо, уговорили, я думаю, что и шапки привезли, и шубы привезли, и рыжий и привезли, что еще есть? Майонез, майонез. Да, я думаю, что и без наличных средств денежных не обошлось. И в итоге, ну, история умалчивает, кстати, уговорили, отправились, два метра, это Соломин с Интезаровым, ну, приехали и внезапно, оказались, вы знаете, вот зимой бывают красивые дни, когда все морозное, все вынье, деревья, все белые стоят. Вот, видимо, в такой день приехали и сразу влюбились в наш город. Ну, после Московск, если отец здесь был чистый воздух, все, и поэтому, ладно, чувствовалась настоящая Россия, и решили взяться за проект. Ну, а само строительство здания было сопряжено, конечно, с глобальными трудностями, потому что Москва решала, что строить, что не строить. Вот, и Олизей тоже, вот, и выбивали, нужен ли или нужен кинотеатр. Ну, новый кинотеатр, я имею в виду, да. И поэтому, кстати, за 20 лет, вот я в одной из предыдущих передач говорил, что на месте диорамы планировали установить телевышку в 1956 году, в 1957 еще. Потому что высокое место, и, в принципе, она стильно бы смотрелась, вот, и была зона вещания бы больше, но вот, тем не менее, вышку воткнули на берегу, а здесь вот решили построить диораму. Хотя пруды уже, ну, фактически, и они были примерно вот в онтурах настоящих, может, чуть поменьше. Ну, вот малый пруд, он был не оформлен тогда, он такой лужей был, а вот этот большой, который пруд, его уже, да, его там уже берега делали ему и так далее, ограждение уже было. Ну, вот, строительство... Институтов с часами напротив построили как раз и окультурили это место, тогда вот большой пруд-то был окультурен. Ну, вот, в Москве строительство диорамы внезапно в таком заштатном городе Иров сочли бы, конечно, неслыханной наглостью. Как сейчас говорят, нецелевое расходование бюджетных средств. Да, бюджетных, ой, там, предприятия, конечно, доили, напрягли, вот, и поэтому пришлось нашим властям заинспирироваться, и объект возводился силами всего города, и бригадами от заводов, там, и комсомольцами, и субботниками, и даже школьниками. И при этом ситуацию с цирком никто ничего не знал. Все ходили на субботники. Да, по документам объект числился вначале станции перекачки, а затем парковым сооружением. Полторы минуты прервемся, и потом снова начнем со станции перекачки. На самом интересном месте мы заинтриговали. Как положено, да. Сделано в ветке. Продолжаем наш разговор с Евгением Петуниным, историком, краеведом, руководителем Музея Вятского госуниверситета. Напомню, что мы сегодня в нашем субъективном путешествии направились в 1977 год. Я прервал Женю на самом интересном моменте, мы говорим о строительстве диорамы. И вот Евгений как раз рассказывал, под какие объекты маскировалась эта полузаконная стройка. Тогда еще никто не знал, что диорама. Я почему и сейчас детально, потому что это была целая авантюра местных властей, местного гаркома партий. Никто не знал, что строится. Объект числился по документам вначале станции перекачки, а потом парковым сооружением. Ну, в принципе... Ну, это парковое сооружение, можно так сказать. Мне что-то напоминает, но тогда строилось для города, а сейчас, в принципе, не столь давняя история. В Парке Победы там тоже что-то на уши не вешали, что там строится. И спорткомплексы, и бла-бла-бла. Но там цели были и другие, конечно. Вот, нашелся в 77-м году, нашелся доброжелатель, который настучал в Москву. То есть злодей, конечно. Разбираться в ИРФ приехал сам член ЦРА Питонов. Ну, это... Ну, это сейчас не знаю. Это кто-то из очень... Ну, политвистов... Считаю, что Мединс, если бы приехал нынче, это бы мелко было. Мелко было, да. Это кто-то из вице-премьеров уже с таким... Да, могли бы полететь головы, вплоть до снятия руководства. Но Санова оказался человеком слояльным. Да и сработала ситуация, что близилась 60-я годовщина революции. Да, видимо, шап и шубы рыжий, и майонез. Ну, они безотказно работали всегда, да. И поэтому дали добро. Все вздохнули облегченно. В 77-м году объект был практически и готов. Отправили в Москву лесовоз. Срубили в Ирове огромную елку. Обрубили сучья, и вот этот ствол увезли на лесовозе. А почему? Потому что полотно было высотой 8 метров. Метры дописывали в студии. Вот 7-метровое полотно намотали на эту елку в сопровождении ГАИ везли в Иров. Здесь дописывали верхний, видимо, сам потолок. Ну, для восприятия там, конечно, добавили... Ну, все бывали, видят и граммофон там, и самовар. Валяется и солому, и искусственный снег. Там еще чего-то, еще чего-то. Но не хватало какого-то мелкого штриха. Вот, ну, не хватало перед открытием. И поэтому ночью до открытия студенты моего родного факультета охотоведения поймали воробьев, сделали из них тушь и чучела. И быстренько уже утром перед открытием расставили этих воробьев на снегу. И вот уже... Окончательный вид приобрела диорама. Да, еще возник скандал, что вначале просто хотели назвать. Историй революционный отдел областного музея. Ну, художники встали в позу с залией. Если не будет слова диорама, мы вообще нафиг не будем участвовать, уедя в Москву. И поэтому, не знаю, где нашли специалистов, но в ночь перед открытием вот, видимо, дизайнерское решение. Быстро слепили где-то буквы диорама и вот повесили это название. Ну, вот появилась диорама. В этом году шутили на открытии, что это незаонный ребенок Деревского и студии имени Грекова. Деревского, это первый секретарь. Это с Грекома, да. Да. Здания приняли с 39 недоделками. Я думаю, что и ЦИР приняли. Но вот надо было в 77-м сдать. Ну, конечно, немного пройдусь по самой теме. Учитывая эпоху, были брутальные матросы, мужественные солдаты там, и это статные большевики, похожие на вороны СССР, и это буржуйские дамочки с отключенными задами, и это жирные там инженеры и все прочее. И вот я уже в 78-м бабушку свою уже в возрасте привез посмотреть на диораму. И вот она долг... А там вся, видимо, ну, не участница, но очевидец событий в революцию. Ей был 21 год. Она прекрасно все помнила, да. Сестер Милосердия. Вот та бабушка, чьей памятник практически вот стоит в октябре, сестра Милосердия, она долго-долго молча смотрела, а сбоку стояли все эти сотрудники музеев. И вот у нее одни очки она сняла, а делая очки посильнее, и был один у нее возраст. Это что? И тут же начали хором убеждать, да, конечно, вот это все приурасили. Художник развернул демонстрацию в другую сторону. Там пошло вот так-то, так-то. Ну, да, действительно, вот оно что-то там кто-то пострелял с крыши. Это было, была демонстрация. А в основном магазины и не работали. Все витрины были закрыты. По городу ходили пьяные солдаты с девками, лузгающими семечки. В общем, потом, если остались и это запасы спиртного, все было пограблено, и дальше там уже было, что мало не покажется. Но, тем не менее, открыли. И, слава богу, вот в 90-е было много, когда уже там маятник очнулся в другую сторону, когда революция почему-то стала хотя бы с империоворотом. На месте диорамы хотели сделать ресторан, хотели сделать, по-моему, озино. И известный вяц-олигарх, но удалось отстоять, как бы там ни было. Но, тем не менее, и воробьи, и самовары, и барышни, и матросы, все они сохранились, дожили до наших дней. Вот и люди были, и герои, и теперь не знаю, хватит ли героизма у сегодняшних властей, что-нибудь тайно возвести, роме терраспорта. Там как раз не тайна от Москвы, там это другое. Интересная, конечно, история. Но очень хорошо, что объект сохранился, что он есть, что эта работа отражает ту эпоху, и она сделана прекрасными мастерами, согласись. Да. Все-таки, да. Ну, на фоне этого, ну, слушали не только гимн, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, но вот замечу, что музыка, конечно, была уже, ну, скажем так, уступала качеству музыки 60-х, начало 70-х. Виа вырождались, они уже были просто тошнотворными. Вот, когда в армии там врубали на весь двор, там, на заставе, через репродуктор по 10 раз на дню, ой, это хит года, 77-го, это птицы летят высоко, о, птицы, ой, это Наташу, то это прямо с души воротило, вот про бам там. Про бам, да-да-да. Еще-то там все было заполитизировано, но тем не менее еще не наступил такой момент культовой записи, еще Олимпы, еще буквально несколько лет появятся Олимпы, но тем не менее писали и на пленку, но вот я уже говорил, что направление ПАН, направление ДИСКО, и ДИСКО в нашем городе даже прошел, по-моему, в 77-м году, первая городская дискотека, официальная, организованная обкомом КПК, ВЛКСМ, Олигаркомом, сейчас могу, конечно, соврать, туда, я почему помню это хорошо, я там был, я воспользуюсь тем, что у меня был хороший друг, комсомольский работник, он, значит, как бы выписал мне проходочку, туда допускались только активные комсомольцы, но что самое забавное, вот, Жень, первым героем такой дискотеки официальной комсомольской стал Элтон Джон, там была викторина, посвященная творчеству, и потом танцевальная программа, совершенно не дискомузыка, но сам формат дискотеки, то есть был диск Джокей, он, кстати, был полностью, естественно, с винилом, то есть все, крутили с винила, то есть ребята свои коллекции домашние распаковали, принесли с большой радостью, хорошие ребятки, хорошие, ну, была обязательно образовательная программа перед тем, как просто тупо танцевать, сначала с элементами лекции, с элементами викторины, и потом уже просто танцы, ну, и надо отдать должное, вечеринка была не безалкогольная, то есть всем было весело, хорошо, но вот именно мне до сих пор удивляет, как так это вышло, что именно, почему именно Элтон Джон стал героем? Да, именно в 77-м, такой формат летних танцев на танцплощадках или в ДА, он пришел в упадок, то есть халтура, танцы в халтуринском саду, который нынче Александровский, то есть не забыл, вот уже потеряли ту актуальность, вот, что весь город стремился летом на танцплощадку, нет, там уже, и не под чего было танцевать и все, хотелось нового, когда действительно весь народ там плясал под диджеев с световыми эффектами, и все у нас, может и были, но это позднее появились, и это первые тоже под вывесы омсомола Эфэ, где были эти диск-шары, где диджей врубал музыку, вот чего-то, ну, а так вот, чего-то пели, конечно, и фильмы, выходили хорошие собаки, и на сене начался год, и Боярский все больше и больше завоевывал популярность, и вся страна узнала песни Вахтанга и Бидзе после выхода гениального... Мимино, да, и поэтому все пели, за столом стали петь Роме Хасбулата, и Ой, Мороз Мороза стали петь Мои года, Моё богатство, Аэродрому там, в принципе... Ну, и, собственно говоря, все тщательно выучили вот это вот Чита Дрито, Чита Маргарита, я уж не помню точно, как это будет, но примерно так все, эта песня была безумно просто популярной, и она, кстати, очень долго была популярна, хотя мало кто понимал, о чем она и про что, каким-то образом пытались повторить. Вот такой год, он не самый яркий, но и не самый мрачный, он, хоть и юбилейный, но он в целом был проходной год, но, если может, и в ноябре что-то там и снабдили, но к концу года ситуация еще больше ухудшилась, а в следующем году уже началось, когда перед открытием продовольственных магазинов выстраивались очереди там пенсионеров, в бабах или в обед гастрономы закрывались на обед, в самый правильный тайм, и вот стояла очередь, и когда рвались двери, бежали эти баб, и отпихивая друга, что же выбросят, тогда еще там пельмени, атлеты, что можно вырвать, вот уже вот это чувствовалось, ну, ощущалось оно, может, люди не могли заглянуть вперед, потому что трындели постоянно, это временные трудности, это преодолимо, а поэтому пошли с удовольствием в цирк, пошли в диораму, там вот возникли новые места, и это для гуляний, для общения. Ну, вот с точки зрения культуры год был на самом деле насыщенный, ты правильно сказал, что куча великолепных советских фильмов, зарубежные фильмы выходили, люди уже могли посмотреть в кинотеатрах, было куда пойти, все работали в театре, тот же цирк добавился, та же филармония, куда эти же ВИА приезжали регулярно, то есть как бы и общий оптимизм в обществе еще сохранялся. И вера, вот вера в будущее светлое, она еще была, вот это точно в 77-м году она еще была, или может быть потому что я просто молод был, я не знаю. Лето было теплое, летом люди, оказывается, купались в 77-м году. В 77-м году купались совершенно точно, причем в июне уже купались, потому что, я помню, была сессия в политехе, а я проводил ее частично на пляже. Курцы росли в 77-м году, а зимой было холодно, вот только поэтому было хорошо. А интересно, вот я смотрю фотографии обычно этого года и в мире, и у нас и реветы, и интересные типажи, видимо, холодной зимы, ротень и оболоневые там, и это ут, и еще эти драповые пальто с овчинными воротниками, и это и на головах у всех огромные тяжелые шапки, и в зависимости от достатка или от возможности, у кого-то еще собачий... Ну, и кого-то заячий трех, у кого-то там собачий, лохматый, у кого-то вообще борьба, этот самый енот огромный такой, но была холодная зима, на самом деле. То есть, если сейчас мгновенно перенестись, то, конечно, визуально народ сильно отличался от сегодняшнего. Я помню, начиная с января, в январе были сильные тоже заморозки в 77-м году, даже просто помню эти картины перед глазами, до сих пор стоят, и даже троллейбусное движение прекращалось, но это еще было не 79-м. 79-м было хуже, да, но даже тогда уже троллейбусы стояли там, потому что просто там что-то проблемы были с снабжением из-за морозов. Но это было нормальное время, на самом деле, лето было жарким, и зима была холодной. Ну, летом, да, и город был чистый, город был ухоженный, еще вот не было, хотя уже ветшали, и троллейбусы были не первой свежести, и все-все понемножку вот так относилось. Но, тем не менее, Жень, мы с тобой были молоды, ты был в армии, я был в институте, и все было нормально, и на самом деле жить хотелось, и верилось в то, что все будет здорово. И вспомнили, я думаю, и навеяли воспоминания. Спасибо тебе за это прекрасное путешествие. На этом мы программу нашу закончим. Встретимся через две недели в 78-м году. До свидания. Сделано в ветке.